За кого Киркоров голосовал? Президента зуб на него точил. Певец Максим заявил, что концерты давать не будет, поговаривать не может выйти из запоя. Фёдор Добронравов отменил все спектакли и перенёс серьёзную операцию. Лариса Жабузеева прилетела в Израиль, по пляжу ездит в инвалидной коляске. Самые интересные, яркие новости, как обычно обсуждаем вместе, чётко, без воды. С вами Жан Содель, здравствуйте. Филипп Киркоров сегодня пришёл на участок для голосования. Вместе с отцом Бедросом, вот эти кадры опубликовал портал Шот. Видно, что Бедрос идёт с двумя палочками помогать сотрудник полиции. Филипп отдал свой голос через электронный терминал, а отец Бедрос проголосовал в бюллетене. Опальный певец, что в не ту дверь входил, вот что заявил, цитата. «Я выбираю, чтобы всё было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты на распашку всем хорошим людям». Мне очень любопытно, за кого же проголосовал Киркоров, потому как явно президент его недолюбливает. Он узнал о той вечеринке и говорил, что на передовой должны быть настоящие герои. Вообще в топе, да, а не те люди, которые крутят пятой точкой, не пойми где, в сложный для страны момент. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Певец Максим заявил, что концерт это ставит на паузу. При этом на закрытых корпоративах петь готова, но только под фонограмм. Ещё в прошлом летом она признавала, что пытается лечиться от алкогольной зависимости, но не получается. Вживую петь тоже не умеет. Её гонорар рухнул. Портал Мэш сообщает, что с 4,5 миллионов до 3 упал. В гримерке же должны быть чай, соки и фруктовая тарелка. А догонку, видимо, принесёт с собой. Концерты Марины Обросимовой срывались по всей России. Видели её в ресторанах с кальяном, с бутылками. Конечно, очень печально, потому как у певицы у этой много достойных песен. Да, может, петь она особо не умеет, но хиты были, на которых многие выросли, на которых живут, да, и которые слушают до сих пор. Главный герой сериала «Сваты» Фёдор Добронравов перенёс серьёзную операцию и отменил все спектакли до января 2025 года. Портал Шот пишет, что мог он стать инвалидом, и сейчас очень важно восстановиться. Экстренную операцию провели врачи и конкретно удалили диско-отеофитнекомплекс, простыми словами, от неких образований на уровне двух позвонков. В койке Добронравов лежал 8 дней, сейчас великому актёру 62 года. Почему великому? Вы же знаете, действительно, он запал в душу каждому из нас. Вот это вот заразительный смех. Иван Будько, сериал «Сваты», ну это просто супер. Дай бог этому человеку здоровья. Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева вышла на связь с Израилем. Оказывается, на пляже она в инвалидной коляске. Сейчас я гуляю по набережной, вот на такой вот, вот такой штуке. Всё будет хорошо, бывает всякое, бывает пострашнее. Ну, сломалась, убегу куда-то. Получала травму она ещё в начале этого месяца, но в Москве была скучно, решила съездить в Израиль. Вот что говорит цитата. Прям мечта была перед Пасхой, перед Великим постом, посетить храм Гроба Господня. У меня всё получилось, сказал Гузеева. В завершении видео она призывает всех беречь свои ноги и руки. Такие вот новости, друзья. Что думать по поводу Филиппа Киркорова? Проголосовал ли он за президента, да? Или за кого-то другого? Какие мысли по поводу певицы Максима, отмены концерта? Быть может, действительно, ей нужна какая-то более профессиональная помощь, чтобы из этих запоев-то выйти. Ну и можете пожелать здоровья Фёдору Добронравову и Ларисе Гузеевой. Пишите всё, что думаете в комментариях. Каждый день мы находим истину, всё обсуждаем вместе. И, конечно, оцените это видео, что вы увидели другие. Подпишитесь на канал. Свежие, интересные новости каждый день. Есть вариант поддержки. Канал, номер, карты и ссылка на донат в описании под видео. Огромное спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова